Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Избранное по учению святителям Златоуст, том 12, книга 1, о кротости. Думаю, все вы ясно знаете, что прилично разумно слушающим слова Божии упражнятся в хороших нравах и добродетельных обычаях. Чем особенно отличаются рабы Христовы от не знающих истины? Так это тем, что они живут по добросердечию и делают свою жизнь достойную благочестия. Ничего нет неестественного, если не знающие Христа порочны и негодны по своему обычаю. А раб Христов пусть более называется по кротости нрава, чем по имени, положенному на него его родителями. Не столько Бог любит рот человеческий за девство, за пост, за презрение имущества, за готовность простирать руку нуждающимся, сколько за кротость и благопорядок в нравах. Даже готовность помогать нуждающимся у всех любящих Христа ниоткуда больше происходит, как только от добросердечия. И как потоки из источников, так попечение о нищих проистекает из кротости нрава. Всякий добрый и кроткий легко привлекается к человеколюбию и не может перенести пренебрежение к находящимся в нужде, Считая бедность других несчастьем для самого себя. Зависть хуже всего, а добрый и кроткий муж не допускает в свою душу этой злой болезни. Но при виде братьев, пользующихся хорошей славой, сорадуется и желает счастья, Считая хорошую славу других, хорошую славу для самого себя. Почитая достояние друзей общим, сорадуясь им в добром, скорбясь с ними в печали. Таковы дары кротости, такова жизнь живущих добротою. Кроткий отец-сирот, заступник-вдов, попечитель обедности, помощник обижаемым, всюду правдив. Живущий кротостью почтенен и отец для сына, и сын для отца, и раб для господина. И ничто другое не помогает, столько господину пользоваться благосклонностью рабов, Когда они видят его радующимся добру и относящимся ко всему кротко. Высоко ценят и удивляются, считая его более отцом, чем господином и обладателем. Много из добродетелей, приличествующих христианским мужам, но больше всех кротость, Потому что только сияющих ею Христос называет ревнителями божьими. Нам следует, когда оскорбит кто-либо, или ударит, или сделает другое, что ужасное, Переносить все сблагородно, спокойную душою, Помышляя о том, что кротость делает подражателями Богу. И сам Владыка и Спаситель наш, будучи оскорбляем, получая удары, Подвергаясь пригваждению, распятию на кресте, Кротко перенес здесь иудейское безумие и не отомстил, Имея столько силы для общения нечестивым, Но показал свою силу в сотрясении земли, В воскресении мертвых, в сокрытии солнца и обращении дня в ночь, А кротость и человеколюбие в том, что не наказал никого из нечестивых, Чтобы знали все нечестивые, поднимавшие руки на владыку, Что так легко потрясший землю и повелевший солнцу сразу сделаться невидимым, Легко бы наказал безумцев. Теперь же, так как он смирен и кротко переносит безумие нечестивых, Не только сам кротко претерпел распинающих, злословящих, Но даже умолял Отца не употреблять против нечестивых небесных стрел. Итак, когда к тебе, терпящему что-либо ужасное и невыносимое, Подступят гнев и ярость, вспомни о кротости Христа, И скоро станешь смиренным и кротким, Извлекая величайшую пользу из кротости не только для себя, Но принося пользу даже врагу и наставляя его быть добрым. Когда он увидит, что ты, удерживаясь от гнева, до крайности кротко терпишь, Скоро и он будет хорошим и добрым, И, обросив ярость, пожелает сделаться ревнителем твоей кротости. Таким образом, кто желает побеждать раздражающихся, Пусть благородно переносит оскорбления и удары, И он увидит много перемены в обезумевшем и поражающем. Если же он, побежденный гневом, Будет стараться отразить равным оружием врага, Не будет никогда предела гневу и борьбе. Но вечно безумствующие и желающие побеждать друг друга Поношениями и ударами увлекаются в безграничную войну и борьбу, Замышляя друг против друга, Навязывая клеветы, Осмеливаясь ложно клясться, Думая обвинить в том, чего не видели и не слышали. Днем, как собаки, неистуя ища врага, А большую часть ночи употребляя на обдумывание какого-либо зла и приготовление козней. Таких не очищает от страстей даже сон. Но при мысли, что есть враг, Что он поносит и поражает, Они пробуждаются во время сна, Желая взаимной резни больше, чем трапезы. А другие в опьянении гневом, Чем большие получают зла друг от друга, Нанимая клеветников, И преподнося один другому невыразимое обстоятельство, Тем более подстрекаются на безумие. Что, как говорят, терпят пьяницы, Которые ненасытимым пьянством увлекаются к более сильной жажде, Тоже терпят поработившиеся гневу, Которые увлекаются безмерным спором, Все большему и тяжелейшему безумию. Этот назвал рабом, Тот сыном, блудницы, Этот безумным, тот бесноватым, Этот вором и несправедливым, А тот, исполненным всякой низости. Потом в опьянении от гнева, Схватившись друг с другом, Бывают почти похожи на зверей, Когда бьют друг друга, толкают, кусают, Рассекают тело, Не щадя никакой части его, Ни глаз, ни ушей, ни носа, Ни лица, ни другого какого-либо члена. Но столкнувшись друг с другом, Рассекший самих себя, И какого только зла не сделав, Удаляются от борьбы. Один с вырванным глазом, Другой губами, Иной другой какой-либо частью тела, Губя более душу, чем тело, В безумии, помешательстве, Ярости, в неведении Закона Божия и Спасителя, Повелевающего побиваемым, Поражаемым и прочее терпящим Переносить все благородно, Со спокойной душою, И побеждать кротостью ярость обижающих, Делающий так восхваляется людьми, А венчается Богом и Спасителем. Потому нужно ввиду венца, Который приготовляет Бог для хороших и добрых, Быть стойким и кротко терпеть гневающихся. Ведь глупо, что борцы гимнастических состязаний Ввиду пустой славы и ничего не стоящего венка Переносят пыль, удары и раны, А мы, имеющие венчаться Христом, Не удерживаемся от гнева, Не переносим все благородно, Но предпочитаем краткое удовольствие И несправедливую ярость Небесной чести и хорошей славе. И то мы знаем, что из многого и великого, Чем была украшена жизнь праведных, Это, то есть, жизнь по доброте И кроткое отношение к обиженным, Обижающим, Прежде всего другое, Сделало блестящим этих мужей. Благодаря этому Моисей, Кротко перенося иудейское безумие И спасая своими молитвами врагов, Насладился небесную честью И хорошую славу боли остальных И был назван другом Божьим. Благодаря этому Давид, Щадивший врагов и неприятелей, Снискал пред Богом Много благоволения и любви. Это может украшать всякого человека, Особенно состоящих во власти. Для всемогущей царской власти Держивать себя и делать закон Божий Своим водителем в делах Это великая похвала и слава. И я, Павел, и Петр, Достигшие через эту добродетель Небесного свода, Жили ею, воссияли кротостью больше, Чем прочими благами чествую поношающих, Делая добро врагам, Часто спасая молитвами, Побивающих камнями. Поступая так, они знали, Что это особенно угодно Богу И более прочих благ Почитается на небе. Потому они оказались Свою жизнь украшающими кротостью И прочих людей побуждающими к ней. Видя также Стефана, Молящимся за врагов Во время опасности, за благочестие, Мы одинаково удивляемся Кротости и подвигам. Итак, когда у нас Столько и таких руководителей В доброте будем побуждать Сами себя и других Идти по их следам И служить кротостью Богу, Принимающему это служение С большую радостью, Чем все остальные добродетели. И божественнейший Павел, Нумереваясь показать, Добродетель апостола Желает явиться служителем Христовым, Особенно по кротости. Хотя много он мог сказать, Если бы желал говорить О предметах, украшающих апостола, Об изгнании демонов, Воскресении мертвых. Однако все это миновав, Он всюду рассказывает О доброте в нравах, Излагая и говоря, В каком кротком отношении Он был ко врагам, Чтобы и нас убедить Идти по его следам, И быть добрыми и кроткими. И так справедливо следовать Этим святым, И делать их примером жизни для себя, Чтобы, блистая всем прекрасным, Достигнуть нам благ, Обетованных великим Богом И Спасителем нашим, Через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом Всякая слава, честь и держава Во веки веков. Аминь.